Экстремизм и терроризм – угроза не только национального, а мирового масштаба. В России борьбе с ними уделяется самое пристальное внимание. Одним из способов борьбы является противодействие распространению экстремистской и террористической идеологии в сети интернет. Для этих целей в стране создан реестр запрещенных ресурсов. Его наполнением занимаются правоохранительные и надзорные органы. И сейчас мы с вами имеем реальный механизм, ну, просто проще говоря, чистки интернета. От экстремистского террористического контента. Обязанность по недопуску запрещенных материалов в сеть лежит на интернет-провайдерах. Их сейчас в Курганской области 11. И все они ежедневно проверяют вот этот реестр и ограничивают доступ, обязаны ограничивать доступ ко всем ссылкам вот этого реестра на территории Курганской области. Контроль за выполнением этого требования провайдерами ведет Роскомнадзор. Если он обнаруживает нарушение, составляет протокол. С начала текущего года было составлено два протокола на двух операторов связи. В целом, я хочу сказать, что ситуация с блокировкой вот этого контента противоправного, внесенного в реестр Роскомнадзора, у нас очень хорошая на территории Курганской области. Если же сайт не содержится в реестре, информацию о нем следует направлять в Курганское управление Роскомнадзора. Там ее проверяют и, если подозрения подтверждаются, заносят в реестр. После проверки информации данные сайта или указатели страниц будут внесены в реестр запрещенных ресурсов и, соответственно, доступ будет ограничен. В настоящее время в реестр запрещенных ресурсов включены сведения о 60 376 сайтах и указателей страниц сайтов, содержащих различные категории запрещенной информации. В течение 2016 года в Управление Роскомнадзора по Курганской области в общей сложности поступило 9 материалов из ФСБ России Управления по Курганской области и УМВД России по Курганской области совместно. В направленных материалах содержится сведение о 50 ресурсах, содержащих информацию экстремистского характера. Сергей Великой Иваненко, Николай Волков, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру.